итак приветствую всех дорогие друзья с вами канал неизвестный фэн-шуй и я его ведущая дина орехова мы продолжаем с вами тему староедения из такого подраздела связаны с похудением так как у нас лето и лето пора свежих овощей и фруктов и естественно мы чтобы напитаться витаминами микроэлементами и всякими всевозможными полезными веществами которые возможны только летом пытаемся съесть как можно больше всех вот этих вкусностей привкусности который дарит нам лето прошлый раз мы уже говорили о том что лето у нас это сезон огня соответственно когда у нас огонь он влияет на нас каким образом да что мы очень много потея особенно там где сейчас жарко не так как у нас в санкт-петербурге и естественно вместе с потом у нас уходит очень много жидкости и одна из основных задач лета это сохранить эту жидкость чтобы не высохнуть и не превратиться в сушеные сушеный абрикосик да или сушеное яблочко и как мы решаем прошлый раз мы уже говорили о том что вода это одна из необходимых составляющих лета и обязательно ее надо пить особенно жаркий день не меньше двух с половиной литров воды в день это дает нам возможность сохранить эти соки второе о чем мы говорили это говорили о продуктах дерева который в том числе и относятся у нас сырые продукты это ягоды и фрукты которые мы с вами активно потребляем и основная способность продуктов дерева это сохранять сохранять вот эту воду сохранять вот эти соки да как мы представили картинку что у нас дерево своими корешками она когда дождик полил она своими корешками втягивает себя всю эту жидкость и вот эта способность продуктов дерева которым относится в частности сырые ягоды и фрукты они позволяют на вот эти соки не потерять и продлить вот эту нашу молодость и задержать процессы старения но прошлый раз я вам тоже отмечала что есть у нас всевозможные но эти но касается людей у которых есть определенные уже проблемы связанные со здоровьем почему потому что если вы и раньше уже страдали отеками концу дня у вас ноги не помещаются в туфли да или вы нажав вот на мышцу да остались остается ямка то это уже показатель что в нашем организме много воды которая и так плохо уходит и поэтому продукты дерева в этом случае они будут еще больше задерживать жидкость в нашем организме набирая так сказать вот эти водные килограммы и она касается не только людей у которых проблемы с почками это касается и людей у которых проблемы с печенью потому что так как печень один из ведущих органов в нашем организме и он в том числе участвует и влияет на многие органы и образуется очень много проблем поэтому вот эти две категории людей особо обратите внимание на то чтобы не фанатеть не при переусердствовать потребление вот этих свежих ягод и фруктов так что же им делать нужно как решать этот вопрос ну во первых то что вы ограничиваете это это себе возьмите на заметочку обязательно а второе самое главное чтобы вот эти продукты сырые они касаются кстати и здоровых людей в том числе самое главное чтобы они не попадали на голодный желудок особенно с самого утра потому что с утра когда мы завтракаем органы которые принимают первые еду которые мы едим они не любят продукты дерева в том числе сырые продукты и когда вы с утра глядя на красивые рекламные буклеты или глядя на красивые фотографии в инстаграм например да у своих подружек видите что там у кого-то такой красивый стакан со свежим выжатым соком или вот это смузи обычно вот смотришь очень красивые фотографии девчонок и вы пишете очень часто я тоже так хочу я тоже перехожу на это смузи и свежевыжатые соки если есть проблемы эти проблемы может усугубить усугубиться и поэтому то что хорошо здоровым людям условно здоровым потому что у нас сегодня не здоровых людей это раз а во вторых то что сегодня вам кажется здоровым это через некоторое время очень быстро можно так сказать исправить негативную сторону это составляющая поэтому свежевыжатые соки и смузи это не завтраки запомните пожалуйста это для себя если вы хотите чтобы у вас отеки и излишние килограммы виде отеков не появлялись в организме то на завтрак мы не потребляем на свежевыжатые соки есть вообще свежие ягоды и фрукты завтрак это совершенно другая еда и это возьмите себе на вооружение и если уж вы с утра хотите какую-нибудь ягодинку там съесть или какой-нибудь фруктик то старайтесь либо после уже принятия пищи раз либо второе ешьте их приваренными слегка приваренные то есть трехминутная варка сохраняет основное количество витаминов микроэлементов и не будет бесполезно когда вы это все едите но пользу окажет наш организм гораздо больше поэтому такие небольшие знания я думаю что они помогут вам в вашем вопросе связано с лишним весом потому что мы порой не понимаем что вроде как пироженки не едим сладкое не едим а килограммы не убавляются или наоборот еще хуже а килограммы растут откуда они нарастают они вот откуда могут нарастать они могут нарастать из задержки в организме жидкости а мы это делаем сами сами своими незнаниями позволяем лишним килограмм накапливаться в нашем организме и маленький такой тоже совет и если вдруг вы страдаете отеками рекомендую такое очень хорошее упражнение по системе йогов это бегание на коленях вот дети очень любят таким образом да вот встали на коленочки и по комнате затопали как мишки косолапые да потому что на коленках есть определенные точки которого нажимая на которые из организма уходит лишняя жидкость поэтому используйте будьте стройными будьте красивыми если возникают вопросы пишите в комментариях под этим видео с вами была я дина орехова и канал неизвестный коншуй до новых встреч уже в пятницу и мы продолжим тему связаны с сыроедением я вам открою совершенно новые секреты которые помогут вам долго оставаться стройными молодыми и красивыми всем пока пока